Мы остановились перекусить. Мы отправляемся в горы, проезжая город Кубан. Это столица Альта-Верапаса. Мы будем в городе Чесек, который известен среди народности Кичи. И в этой местности живут ведьмы, которых они называют Брухос. Божья сила еще не касалась этой территории. Здесь еще не насажены церкви. Во время этого нашего Крусейда мы пойдем туда, куда никто не осмелился идти. Прямо в пристанище, где живут ведьмы. Мы будем пропускать. Мы готовимся войти в пещеры, где много жертвоприношений животных. Туда местные жители приходят, чтобы встретить сверхъестественное. Возможно, чтобы наслать на людей проклятие. И это черная магия. И это от дьявола. Чтобы мы сейчас здесь не встретили, мы должны помнить, что мы приходим с Духом мира. Мы не должны кричать и вопить. Мы не выгоняем дьявола криками. Мы приходим во имя Иисуса. И приказываем бесам уйти. И это вот так просто. Мы немного остановимся, и Эдгард объяснит некоторые вещи перед тем, как мы отправимся. Пастор Эдгард рассказал нам о том, что мы должны были встретить. И Скотт переводил. То, куда мы собираемся войти, это стопроцентное колдовство. Это спиритуализм. Мы шли, чтобы взобраться на гору, не зная, чего ожидать. Он спрашивает разрешение, чтобы пройти. Это одно место, где можно войти, и затем оно идет дальше. Отец, во имя Иисуса, мы берем над этим власть. Мы разрушаем вражескую силу в могущественное имя Иисуса. Мы приказываем ей замолчать. Бог, пусть каждый, кто здесь проходит, встретит Святого Духа. Пусть они встретят Иисуса Христа. Господь, приди к ним на этом месте. Потому что Ты скала, Ты спасение. Господь Бог, в могущественное имя Иисуса. Мы отменяем все планы дьявола и проклинаем это место во имя Иисуса. Спасибо, Святой Дух. Хорошо. Идем. Он говорит, что в этом городе есть ведьмы. Черная магия, черный спиритуализм, белый спиритизм. Почему они называют это белым колдовством? Он говорит, потому что они работают с Идолом. Это третий проход. Он сказал, что здесь мы наблюдаем определенного рода практику. Он сказал, что человек, который пришел это сделать... Он говорит, что люди, которые приходили это делать, ушли. Он здесь, сторож. Он сказал, что пришел и закрыл двери. Если вы хотите идти выше, вы должны открыть двери. Поговорив с этим сторожем, мы продолжали идти от одного алтаря ведьм к другому, взбираясь на гору, пока не прибыли к последнему, седьмому алтарю прохода. Это означало, что мы на вершине. Вот оно. Вы можете видеть, как поднимается дым. Итак, послушайте. Что бы ни случилось, ты выходишь первым. Слышишь меня? Следуй за ним. И мы все молча пришли к этому выводу. Либо там сейчас ведьмы, либо они только что ушли. Это последнее, восьмое место. В этом есть символизм. Здесь вы увидите алтарь ведьм на высотах в горах. Мы разрушаем дух предков во имя Иисуса. Мы изгоняем тебя далеко из этого места в могущественное имя Иисуса. Затем я пошел за скотом в здание, откуда шел дым. Когда я зашел, я посмотрел налево, и это выглядело, как что-то из фильмов ужасов. Первым делом, скотт вырвал крюк из потолка, на котором ведьмы спускают кровь животных до смерти. Мы берем эту высоту. Это место поклонения для Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Бог, что кровь Иисуса отменяет планы дьявола. Спасибо Бог. Господь, мы поклоняемся Тебе. Свят, свят, свят. Свят Господь Бог Вседержитель. Я заметил две вещи. Во-первых, там ужасно воняло. Во-вторых, там были кресты на каждом алтаре. Скотт позже объяснил, что ведьмы, спиритуалисты, все, кто это практикуют, не понимают, что они делают. Они смешивают все духовное, что могут, чтобы попытаться вызвать какого-нибудь духа. Спасибо, Святой Дух, что Ты с нами. Спасибо. Господь, я молюсь, чтобы везде, где мы ходим, это было как с Иисусом Навином. Ты сказал, что дашь нам место всюду, где коснется наша стопа. Господь, мы берем эту землю для Тебя в могущественное имя Иисуса. Гватемала будет спасена во имя Иисуса. Слава Богу. Я провозглашаю благословение над Тобой во имя Иисуса. Я провозглашаю мир над Тобой, я провозглашаю надежду над Тобой в могущественное имя Иисуса. Уже все хорошо. Там какие-то люди. Я не знаю, знают ли они. Вы туда поднимались? Там люди. Я думал, вы пошли туда, туда, куда он показывал. Эдгар, идем. Пакамчи. Пакамчи. Это Пакамчи. Это даже не Кичи. Есть три давних диалекта. Один из них, это Пакамчи. Эдгар даже не понимает, что они сейчас говорят. Может, мы сможем поговорить по-испански? Сейчас перед нами редкая возможность. Ты заснял ритуал. Добрый вечер. Вы говорите по-испански. Почему вы это делаете? Почему вы это делаете? Да, да. людьми, которые делают жертвоприношения. Этот человек пришел с конфетами, чтобы принести их в жертву своему Богу, чтобы сделать свою жизнь более сладкой. И Эдгар говорит ему, вы считаете эту гору божеством, и вы делаете жертвоприношения на горе Богу горы. Вы приносите в жертву конфеты. Бог же дает вам бесплатно, когда вы обращаете к Нему свое сердце, разум и веру. Человек говорит, я не колдун, я не хочу быть колдуном. У нас много проблем в жизни, и это единственное место, которое мы знаем, куда можно прийти. Эдгар говорит ему, вот что я могу вам предложить сегодня. Если сегодня, если вы сейчас измените свои молитвы, если вы больше не будете этого делать, сладость небес сейчас коснется вашей жизни. И у вас будет переживание настоящего Бога, Бога, который живет. Он не хочет, чтобы мы больше приносили жертвы. Он хочет только наших сердец. Ему не нужны жертвоприношения. Иисус был окончательной жертвой за нас. Вот что мы сделаем. Мы помолимся. Я слышал, что в вашей жизни много проблем. Он сказал, что к Нему прикасались, и за Него молились колдуны. И у них так много проблем в жизни. Сегодня день полной свободы. Отец во имя Иисуса. Господь, мы молимся, чтобы ты сейчас коснулся их и разрушил натиск дьявола. Освободи их сейчас. Отец, мы молимся, чтобы настоящая правда вошла в их сердца во имя Иисуса. Эти люди устали. Они были наполнены ведьмами и колдовством. Бог, только ты можешь освободить их. Господь, сейчас твой слуга Скотт и я, мы вместе провозглашаем слово жизни над ними. Слово, которое говорит, что ни одно оружие, сделанное против Тебя, не будет успешным. Во имя Иисуса. Да, Бог. Больше не будет колдовства. Больше не будет ритуалов в их жизни. Мы верим в это. И я хочу попросить Тебя. Если ты веришь в эту молитву, оставь это жертвоприношение. И верь в единственную жертву. Иисус отдал свою жизнь. Итак, это жертвоприношение надо оставить. И отказаться от этого приношения. Ренунциарь. Пожалуйста, Эргар. Ренунциарь? Ренунциарь. Асиас. Асиас. Но ты не фейкнесс. Си. Си. И давайте продолжим. Как это ты? Оскар. Кармелина. Кармелина и Оскар. Он спрашивает, в какую церковь я могу пойти? Эдвард рассказывает ему о церкви Вспрашивает, если я захочу пойти в церковь, то в какую? Мы зашли на эту гору, не зная, что ожидать И мы нашли Оскара и Кармелину, когда у них не было надежды И они пробовали последний способ получить помощь И даже когда они жертвовали конфеты горе, я верю, что Бог видел их отчаяние и услышал их молитвы О сладости в их жизни Потому что какой ответ на молитву может быть лучше, чем самое сладкое имя, которое я знаю? Иисус Иисус Это самое сладкое имя, которое я знаю И он такой же, как его прекрасное имя Да У Скотта было слово знания, что где-то в толпе колдун После проповеди о покаянии и прощении, Скотт и его команда пошли в толпу, чтобы еще раз молиться за людей Во имя Иисус Это человек, вот он здесь, это колдун Он пришел сегодня, это он Будь исцелен, будь свободен Оставь его Выйди Пошел вон Весь день мы пытались найти колдунов И в конце Бог послал к нам одного из них Будь свободен Помолись с ним, Мэтт Скотт обернулся и молился за людей, которые пришли с колдуном Люди, которые пришли с ним Боялись отдать свою жизнь Христу из-за страха, что колдун проклянет их Но когда они увидели, что произошло с колдуном Они уже не боялись Оставь его Каждое проклятие Каждый фальшивый дух Выйди во имя Иисуса сейчас же Выйди в могущественное имя Иисуса Возложи на нее руку и помолись за нее Царство Божие не в слове, а в силе Свобода Во имя Иисуса Коснись Его, Святой Дух Субтитры создавал DimaTorzok